Государство – основной политический институт. Политические институты – это учреждения или организации, которые обслуживают процесс осуществления политической власти, придают устойчивость политической системе. К политическим институтам относятся государства, политические партии, профсоюзы и т.п. Центральным институтом политической системы и её главным компонентом является государство. Не случайно его изучением занимаются несколько областей гуманитарного знания – от истории и философии до правоведения, социологии, политологии, экономической теории. Так, в курсе истории государство рассматривается в его конкретно исторических проявлениях, а в курсе правоведения – во взаимосвязи с правом. Государство возникло из необходимости регулировать совместную жизнь и деятельность людей. Государство – это выделившаяся из общества особая организация власти, система специальных органов и должностных лиц. В 1651 году вышла книга о происхождении и сущности государства английского мыслителя Томаса Гоббса под названием «Левиафан или материя – форма и власть государства церковного и гражданского». Гоббс считал, что прекратить неизбежное состояние общества, как войны всех против всех, может только общественный договор о создании государства. Граждане добровольно ограничивают свою свободу, но взамен получают защиту со стороны государства. Как особый аппарат власти, государство характеризуется прежде всего верховенством государственной власти. Это означает, что только государство в лице своих органов издаёт такие нормы, которые обязательны для всего населения страны. Никакие организации или люди внутри данного государства не могут отменить решения государственных органов, и никакие другие организации или лица не могут вступать в отношения с другими государствами или организациями от имени государства. Если такое право не предоставлено специальным образом. Верховенство государственной власти распространяется только на территорию государства и действует только в пределах его границ. Государство, как аппарат власти, обладает целым рядом полномочий, которыми не располагают никакие другие организации на его территории. Поэтому такие права и полномочия называются монопольными. Среди них – право на принятие законов и других правовых актов, обязательных для всего населения. Право на применение принуждения. Только государство обладает исключительным правом на его применение, и это право установлено в законе, то есть является легальным. Для осуществления данных полномочий государство располагает специальными органами и средствами – милиция, суд, тюрьмы. Право на взимание налогов и сборов с населения. Налоги необходимы для обеспечения государственной деятельности, содержания управленческого аппарата, выплат пенсии, пособий, содержания больниц, школ и т.д. Государство создает армию, службу безопасности и т.д. Таким образом, государство – это особая форма организации политической власти, которая располагает специальным аппаратом управления обществом для обеспечения его целостности, организованности и определённого порядка в нём. Функции государства. Функции государства наиболее часто определяют как основные направления его деятельности. Внутренние функции государства выделяются в соответствии со сферами жизнедеятельности общества, а внешние характеризуют основные направления деятельности государства на международной арене. Форма государства. Для определения сущности государства большое значение имеет такое понятие, как форма государства. Форма государства определяется как единства форм правления, территориального устройства и политического режима. Форма правления характеризует организацию государственной власти, структуру и порядок взаимоотношений высших государственных органов, должностных лиц и граждан. Различают две основные формы правления – монархию и республику. Монархия – это форма правления, при которой власть сосредоточена в руках единоличного главы государства. Власть монарха, как правило, длится пожизненно и передаётся по наследству. Монархии бывают неограниченными и ограниченными. Первые в истории монархии были неограниченными. То есть власть монарха ничем и никем не была ограничена, она была абсолютной. Монарх выступал единственным носителем суверенитета, обладал широкими полномочиями в законодательной, исполнительной и судебной сферах. В конституционных монархиях власть монарха ограничена, и эти ограничения, как правило, установлены в конституции. Долгое время монархии были основной формой правления в большинстве государств. Сегодня монархией является каждое пятое государство мира. Республика – это форма правления, при которой высшие органы государства избираются населением. Выделяют три основных разновидности республики – президентскую, парламентскую и смешанную. Президентская республика характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов. Президент является одновременно и главой государства, и главой исполнительной власти. Он избирается независимо от парламента, либо прямым голосованием избирателей, либо коллегией выборщиков. Президент сам формирует правительство, которое ответственно перед ним. В парламентской республике правительство формируется парламентом и ответственно перед ним. Глава правительства, премьер-министр, канцлер, играет главную роль в государстве. Президент осуществляет главным образом представительские функции. В смешанной республике правительство формируется президентом и парламентом и ответственно перед ними. Государство различается между собой и по формам территориального устройства. Государство бывает унитарное, федеративное и конфедеративное. Унитарное государство – это единое государство, состоящее из административно-территориальных единиц, не обладающих признаками государственной самостоятельности или какой-либо собственной автономии. Федерация – это союзное государство, которое состоит из субъектов, обладающих определёнными признаками государственной самостоятельности. Для федерации характерно наличие двух систем государственной власти – федеральной и субъектов федерации. Члены федерации могут иметь собственные конституции и законы. Конфедерация – это союз юридически и политически самостоятельных государственных образований, который создаётся для достижения единых целей и разрешения общих проблем. Политический режим – это способ функционирования и взаимосвязи основных элементов политической системы общества. Характеристика политического режима в отдельно взятой стране показывает принципы организации политической жизни общества. Методы и средства осуществления власти могут быть демократическими или недемократическими. Крайней формой недемократического режима является тоталитарный, который характеризуется всеобъемлющим контролем за общественной и частной жизнью, ликвидацией прав и свобод граждан и репрессиями. Авторитарный режим является переходным политическим режимом – от тоталитаризма к демократии или от демократии к тоталитаризму. При авторитарном режиме политическая власть сосредоточена в руках отдельного человека или группы людей, однако вне сферы политики сохраняется относительная свобода. Главным ориентиром деполитического развития в современном мире является демократический режим.